Здравствуйте! В эфире город Эсс и Татьяна Дмитриева. Как в городе организованы пассажирские перевозки? Как решаются кадровые вопросы в транспортных предприятиях? Об этом говорим сегодня и в нашей студии директор муниципального предприятия трамвайно-троллейбусное управление Сергей Быков. Ваших вопросов ждем по телефону 202 11 22. Звоните. Здравствуйте, Сергей Павлович. Добрый вечер. Вы знаете, когда едешь на общественном транспорте, всегда обращаешь внимание на объявления, которые всегда присутствуют в салонах. Требуются водители, кондукторы и так далее. Телефоны и подробная информация. И у меня вот возникает вопрос, что все время требуется? Все время нехватка таких кадров специалистов получается. Ну вот на сегодняшний день, да, у нас 170 не хватает водителей трамвая, 150 водителей троллейбуса. Это действительно для нас большая нехватка. Но даже не для нас, а в первую очередь для горожан. Потому что они же должны ехать на работу, мы их должны обеспечивать этими перевозками. И у нас как раз не хватает кадрового... Да. Такого обеспечения. Скажите, вы не так давно работаете в этой должности? Когда вы приступили? Я приступил 9 июня текущего года. Уже проанализировали вот эту ситуацию? В связи с чем она такая сложилась, с нехваткой кадров? На ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, что все-таки Самара и Самарская область, она наиболее обеспечена рабочими местами. Вот наименее обеспечена, например, Оренбургская область, Ульяновская область. Есть выбор, куда пойти. И люди выбирают между средней заработной платой. Ну вот водитель трамвая получает 35-45 тысяч рублей. Для женщины водителя неплохо, да? Неплохая сумма. Да. Для оренбуржцев, они же ведь тоже к нам приезжают и просятся на работу, а для них это даже большие деньги. И они желают работать с водителями, не только водителями, но еще и кондукторами. Так. Что же делается в таком случае, раз сложилась такая ситуация нехватки кадров, что предпринимается с вашей стороны? Что-то организуется новое? Ну вы уже сами сказали. Делаются объявления на остановках, специально запрограммированная информация подается в трамваях, в троллейбусах о том, что нам необходимы желающие работать на такие профессии. Ну вот объявление этой информации, это ладно. А дальше? Вот захотел человек обучиться. Куда он должен прийти? Где получить эту специальность? Вы понимаете, это как раз и была самая такая сложная обстановка, что есть желающие, а обучать в Самаре, в Самарской области просто негде было. Не было таких учебных заведений. И для нас это была большая сложность не только для нас, но и вот для тех людей, которые к нам приходили и изъявляли желание работать. И мы, и наш коллектив приняли все меры для того, чтобы организовать учебный центр как раз по подготовке этих вот водителей. Мы получили лицензию, она была получена вот 10 сентября. И уже с 11 сентября люди уже сели за парты и начали уже обучаться. А мы начали процесс обучения. Понятно. Сергей Павлович, на каких условиях можно получить это обучение? Это платно, бесплатно? Что дальше будет? Как долго нужно учиться? Может быть, даже стипендии есть. Я вот хотел бы призвать наших горожан, чтобы они приходили на эти специальности, потому что если кто-то пытается обучиться на водителя автомобиля, он оплачивает. А у нас в нашем управлении оплачиваем мы почти 6 тысяч рублей стипендия, лишь бы только он обучался. И потом мы с ним заключаем контракт уже в самом начале этапа обучения, где указано в этом контракте, что он обязательно должен отработать какое-то время в нашем управлении. Так что приходите, пожалуйста, мы ждем вас. Рады вас видеть. А как долго нужно будет учиться? Потому что не все могут выделить такое большое время на обучение. Ну вот эта группа, которая пришла 11 числа, она уже закончит весь процесс обучения 15 декабря. Ну, срок довольно приличный, но оно того стоит, потому что это, собственно, вопросы безопасности, да? Да, это вопросы безопасности. Все-таки это электротранспорт, который сопряжен не только с проездом по нашим дорогам, но это еще и электричество, соответствующая специфика работы водителя трамвая и троллейбуса. Да. А вот среди тех курсантов, которые пришли к вам на обучение, не знаю, можно так назвать этих людей или нет, по аналогии с тем, кто учится, сдает на водительские права. Женщин большинства все-таки идут на трамвай и на троллейбусы или нет? Вот для меня до сих пор загадка, почему все-таки водитель у нас ассоциируется с мужчиной, а вот водительница трамвая – это в основном женщины. Вы знаете, я вот когда пришел, для меня тоже было удивительно, когда я начал все это вот смотреть, изучать. И когда я был, я же все объехал троллейбусное депо, оказалось, что там женщин тоже половина. И даже в троллейбусе у нас женщины водят, осуществляют перевозки. И в слушателях, это не курсанты, а слушатели, тоже, конечно, больше женщин. Вот чем это привлекает наших милых дам, я сказать не могу, но мы им очень рады. К нам, Сергей Павлович, уже поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас сегодня тема пассажирские перевозки. Кстати, если у вас есть замечания по поводу работы трамваев, троллейбусов, обслуживания и так далее, можете сегодня руководителю это обозначить. Игорь, первое сообщение от Игоря. Мне 54 года, я военнослужащий пенсионер. Могу ли я работать водителем трамвая? Возрастная есть какая-то ограничение? Возрастных ограничений нет, лишь бы позволяло здоровье. То есть, если человек проходит медицинскую комиссию, совершенно правильно. То есть, такая же медицинская комиссия, как для получения водительских прав на автомобиль. Пожалуйста, мы ждем и будем обучать, и будем рады видеть его на месте водителя трамвая или троллейбуса. Да, потому что все-таки, хоть вы и сказали, что у нас обстановка с безработицей, ну, как бы более-менее, да, в любом случае, вакансии у вас есть, и люди тоже нуждаются в работе. Как говорится, повторение мать учения, совсем недавно наши корреспонденты побывали в вашем новом образовательном центре и снялись уже. Давайте его посмотрим, ну, а потом продолжим разговор. Дмитрий Коновалов конспектирует каждое слово преподавателя. Курсы здесь, в центре ТТУ, молодой человек совмещает с учебой в госуниверситете путей сообщения. Чтобы стать железнодорожником, Дмитрий специально переехал из родного Туапсе в Самару, и сейчас его первая цель – научиться управлять трамваем. Водитель трамвая была мечта моего детства, собственно, когда вот впервые приехал в Самару из другого города, трамвай как бы украл мое сердце. Дефицита трамваев и троллейбусов, говорят, в учебном центре в Самаре нет, а вот с водителями напряженка. Поэтому и организовали четырехмесячные курсы обучения, причем бесплатные. С самого первого дня каждый слушатель знает, в каком депо, а их у нас шесть, он будет проходить учебную практику. Начальники депо в течение учебного периода изучают своих подчиненных будущих людей и воспитывают их, готовят под выполнение задач каждого конкретного структурного подразделения. Лицензию на право образовательной деятельности учебный центр получил в сентябре. Теперь 11 преподавателей объясняют слушателям устройство машины, правила дорожного движения и даже ведут психологическую подготовку. Водитель, во-первых, общается обязательно с людьми, он попадает в конфликтные ситуации на дороге, которые он должен уметь разрешать. Здесь же в стенах центра проходят первые тренировки на тренажерах. На этом тренажере можно включить все цепи троллейбуса, в реальном времени, как работает, показать компрессор, когда работает тяговый двигатель. По окончанию обучения всем слушателям выдадут свидетельства. Ожидается, что к декабрю ряды водителей трамваев и троллейбусов пополнят 100 человек. Такое важное дело уже начали. Скажите, пожалуйста, даже увидели мы, что у Иногородней приехал парень и влюбился в трамвай. А вот где он будет жить? Если такие вот, идете навстречу Иногородним, если уж в Самаре не так активно идут. Мы даже не просто так начали искать кандидатов на эти должности водителей трамвая, троллейбуса в других областях, потому что у нас есть общежития, их четыре. И у нас есть места для того, чтобы желающих обучаться, мы могли определить в этих общежитиях. Так что еще раз говорю, что мы приглашаем всех желающих. Пожалуйста, приходите. Не только будет обеспечен процесс обучения, но еще процесс проживания. А вот приходить куда конкретно? Вот сейчас услышат нас телезрители. Приходите. Значит, в любое депо нашего города Самара. Это три троллейбусных, три трамвайных. Или в наше управление, которое находится по адресу Мичурина, Полевая, адрес Коммунистическая, 8. Поэтому, пожалуйста, мы вас приглашаем. Приходите. Вообще, вот если создается такая ситуация, что вот нехватка кадров, задумываешься о том, что нужно повышать вообще престиж профессии. А как это можно сделать? Потому что вот посмотреть правде в глаза, ну вот не совсем престижно, наверное, для нынешней молодежи, там еще для кого-то сказать, что вот я водитель трамвая или троллейбуса. Что делать? Ну, чтобы поднять этот престиж, знаете, вот только в этом году, я думаю, что трамвай, он вообще престижный. Вот посмотрев на нашу Самару, и что она просто напичкана пробками, особенно на выделенных путях, трамвай, он просто исключителен. Ехать одно удовольствие в любой конец города, вот, например, от Поляны Фруза до центра, ну, 15, там, 25 минут. Ну, просто прекрасно. Конечно, хотелось бы, чтобы эти трамваи были современные, с кондиционерами, потому что это лето было очень жаркое. Люди, конечно, чувствовали себя неважно в таких вот закупоренных трамваях или там троллейбусах. Конечно, хотелось бы, но мы к этому стремимся. Стремимся. Это, наверное, дальше мы еще обговорим этот вопрос. Но нашему трамваю сто лет. В этом году сто лет. Он начинался не просто как электрический, а ведь это же была конница, это конные. Вот там, где трамвайное управление, там же стояла конюшня, там были кони. Эти кони, так сказать, водили эти вот вагоны. Да-да-да. Сто лет. И вот мы ходим по тем площадкам, где когда-то ходили эти кони, люди, которые были первыми в нашем городе Самаре. Кроме этого еще, у нас в этом году, кроме столетия, был организован 15-й всероссийский конкурс профмастерства водителей трамвая. Всероссийский. То есть это практически все регионы, где существует трамвай, прислали своих кандидатов и определялись лучшие по всей России. Так, как самарцы себя проявили в этом конкурсе? Мы старались, и наши самарцы заняли третье и пятое место. Ну, если по всей России, то даже, можно сказать, почетные места, третье. Ну, мы хотели первое. Ну, это всегда есть такое. Ну, хорошо, что третье, и мало того, что опять вот в качестве того, чтобы профессию эту показывать, и водители троллейбуса, и трамвая, первые места получали, люди, которые получают первые места, они получали сертификат на 300 тысяч рублей. Те, которые получают, ну, третье место. Вот наша девчонка, она получила сертификат на 50 тысяч рублей. Мало того, те, кто занимает вот места от первого, там, до шестого, до седьмого, повышается, естественно, классность сразу, повышается заработная плата, ну, и, естественно, призы, подарки. Да, мотивация есть для участия, интерес. Это прекрасно. Следующий вопрос. Когда будет следующий набор на водителей трамвая, и платят ли городским жителям стипендию? Вот именно кто из города. Всем слушателям, которые обучаются у нас, независимо от того, откуда они приедут, из других областей или город Самара, оплата производится, 6 тысяч стипендия. Если кому-то необходимо, даже городским, тоже будет предоставляться общежитие, но это отдельно, по отдельному заявлению. Это мы вопросы будем решать и решаем уже сейчас. Если кто желает уже сегодня обратиться к нам с тем, чтобы прийти на обучение, мы уже сегодня, ну, сегодня, конечно, вряд ли в вечернее время не придет никто. Но с завтрашнего дня утром, пожалуйста, приходите, вот по тем адресам, которые я сказал, мы вас будем ждать. Группы будут набираться. Если наберем группу 20 человек, мы сразу ее пустим на обучение. Да, ну, замечательно. Скажите, пожалуйста, как обновляется трамвайно-троллейбусный парк? Вот визуально видно, что появляются новые трамваи, ходят, да? Даже если не попробуешь поехать, то видно. Сколько закуплено всего трамваев, вот таких новых? Откуда они? Кто их производит? И есть ли желание и возможность еще закупать технику? Вы знаете, вот по тем трамваям, которые в Самаре, целая история. Целая история. И вот эти все трамваи, которые вот до последних новых, у нас есть музей на территории. И эти трамваи как раз все вот присутствуют. Ну, правда, в макетах, конечно. Весь трамвай-то в музей не поставишь, а в макетах они есть. И вот 85% нашего транспорта – это старые трамваи. И это большинство чешского производства, потому что Татра… Которые мы все привыкли. Которые мы совершенно правильно все привыкли. Я ищу, когда… Ну, для нас трамваи, у меня тоже ведь уроженец города Самара, я самарец коренной, и трамвай для меня – это был единственный транспорт передвижения и в школу. И в школу на трамвай ездили. Ну, а как же, и в школу ездили, и в технику, и в институты. Вот в последнее время, да, стали поступать новые трамваи. Заводов таких много. Есть и минские трамваи, вновь образованное производство. Вот сейчас один из этих трамваев у нас проходит испытание. Называется он «Метелица». Люди его уже полюбили, хотя там, конечно, тоже много недостатков есть. Ну, и низкопольные, по-моему. Низкопольные, совершенно правильно. Вот троллейбусы белорусские, очень хорошие троллейбусы белорусские, низкопольные, они очень удобные, хороший проход, сиденья очень удобные, там люди себя чувствуют действительно удобно, комфортно. Вот трамваи, их заводов тоже у нас в России очень много, это и Усть-Катапские, Тверские, и Уральские, это один из лучших трамваев, Уральские. Вот мы на него присматриваемся, он трехсекционный, не трехвагонный, а трехсекционный, состоит из трех секций, это как монолит, единый такой трамвай, где предусмотрено уже, например, кондиционирование места водителя трамвая. Мы хотели бы, чтобы еще и кондиционеры были и в салоне, где наши пассажиры, хотели бы, конечно, но это приводит к удорожанию, но мы на него загляделись. Понятно, решение будет еще приниматься, значит. Скажите, пожалуйста, вот много, когда вот с транспортом говоришь о транспорте, да, сразу вот какое-то критическое такое настроение, что пробки, еще что-то, а тут еще и ремонтные работы ведутся, на трамвайных путях. Вот сегодня где такие вот такие тревожные территории, и как вы, как долго продлится вот эта ситуация, когда вот по каким-то путям не ходят трамваи, как всего это приходится избегать? Вы знаете, очень хорошо, что вообще такие работы проводятся, ведь такие работы не проводились почти 30 лет. Это замечательно, что понятно, что это очень тяжело гражданам нашим добраться до работы, до какого-то места, куда необходимо прибыть. Ну вот был переход Московское шоссе в Рубеля. Закрывали практически на месяц. Люди, которые привыкли к этим маршрутам, им пришлось перестраиваться вместе с нами. Сейчас он открыт. Сразу чувствуется разница, конечно, в переезде в этом, какой был раньше, и который и сейчас, как трамва идет. Сейчас закрыто движение Московское шоссе, Новый вокзальный. Это одна из самых наполняемых веток, маршрутов наших, 20-й маршрут. Он и длинный, и самый наполняемый такой. Ой, мой любимый тоже. Я тоже на нем ездила в институт. Вы знаете, получается, что это наш трамвай общий для нас с вами. Ну вот, видите, как хорошо. Да, ну вот и на Московском шоссе, Новый вокзальный, как долго еще продлится вот эти работы? Ну, мы думаем, что еще недели-две. Следующий вопрос. Как можно попасть на экскурсию со школьниками в Северное трамвайное депо? Вот есть там музей или что? В Северном трамвайном депо музея нет, но на экскурсию, пожалуйста, ради Бога, если хотите в Северное депо, мы это организуем. Звоните вот по тем телефонам, которые есть на сайте нашего управления. Ну вот Татьяна оставила и свой телефон, если можно с ней связаться. Конечно, я сам лично свяжусь. Мы определимся, чтобы эту группу можно было перенаправить в Северное, но мы приглашаем всех в городское трамвайное депо, где стоит наш трамвай-музей, которому тоже почти сто лет. У нас там музей в городском, это полевая Мичурь на угол. Музей очень хороший. Там еще когда-то были компостеры, еще стоят вот в этом музее. Там все есть. Вы, наверное, как руководитель предприятия ориентируетесь на сокращение количества жалоб. Ну, наверное, у всех такая есть цель, у руководителей, на мой взгляд. Вы уже проанализировали, идет такая тенденция, работаете с жалобами от населения. На что в основном люди жалуются, пассажиры? Ну, мы стараемся с населением работать сплотную. Просто так, чтобы было одно управление и отдельно наших граждан, этого быть не может. Иначе мы тогда не найдем общего языка и как мы будем друг друга любить, уважать в этом трамвае. Поэтому мы вплотную будем работать со всеми жалобами, со всеми претензиями, которые только есть. Мы будем стараться их устранять и делать все. Да, я, кстати, обратила внимание на то, что у вас организована обратная интерактивная связь. Можно зайти на сайт трамвайной троллейбственного управления и оставить даже какое-то пожелание и претензию. Совершенно правильно. Да, поэтому вот такая возможность есть. Это очень хорошо характеризует даже руководство. Мы только прислушиваемся, мы стараемся все недостатки, которые нам высказываются, в том числе и грубость кондукторов, и грубость водителей, ну, это присутствует, никуда от этого не денемся. Да. Вот еще такой момент, который случился буквально вчера, проводился такой интересный день, по-моему, даже впервые в истории, когда предлагали автолюбителям отказаться от поездки на своей машине, а предъявить, значит, как это называется? Свидетельство о регистрации. Свидетельство о регистрации и проехать бесплатно в трамвае или троллейбусе, или даже в автобусе. Скажите, пожалуйста, были такие желающие? Или, собственно говоря, когда первый раз, может быть, информации мало было или еще что-то? Вы знаете, я думал, что таких людей будет мало, потому что я думал, что информация как-то не дойдет. Оказалось, что вот за вчерашний день таких желающих прокатиться почти было 800 человек. Вот так. Для первого раза неплохо. Неплохо. Я считаю, что тоже неплохо. В следующий раз будет больше, потому что мы уже с вами практически сделали рекламу. Следующий вопрос от Михаила. Скажите, пожалуйста, можно ли устроиться водителем трамвая инвалиду третьей группы? Я еще раз могу сказать, что если будут медицинские показания к вождению трамвая, то, конечно, да. Потому что медицинскую комиссию в любом случае проходить придется. Обязательно. Да. Еще такие вот моменты негативные, так скажем, и мы очень часто обращаем на них внимание, потому что они трогают очень много, затрагивают людей. Когда сталкиваются на дорожных, трамвайных путях машины, автолюбители и, собственно говоря, сами трамваи или троллейбусы и так далее. Вот как изменить эту ситуацию в лучшую сторону, чтобы вот эти пробки не создавались на большой срок, на время, чтобы интервалы не затягивались между движениями? Ну, я уже могу сказать, не как начальник, директор управления, прошу прощения, директор управления, а как просто гражданин, как самарец. Это для меня тоже больное место, когда трамвай стоит со всей массой автотранспорта, автомобилей. И совсем другое дело смотреть. Очень приятно, и на душе прям бальзам, когда по Новосадовой, по выделенным путям едет трамвай, и никто ему не мешает. Мысль только одна, чтобы выделить трамвайные маршруты и троллейбусы в отдельные линии. В обособленные. Ну, это уже какой-то ноу-хау. А уже есть к этому вот какие-то реальные шаги вы делаете? Ну, мы делаем шаги, мы сделали предложение о том, чтобы при проектировании дорог в Самаре и строительстве обязательно выделялись полосы для троллейбуса. Сплошная линия, вот, с установкой соответствующих камер. И тогда троллейбусы будут ходить примерно так же, как и трамвай в обособленном пути. И пробок не будет. И наши граждане еще и троллейбус поливают. Да. Потому что вот, когда я лично беседовала с ветеранами ТТУ, они рассказывали, что раньше водители уважение такое проявляли, ну, к трамваям, к троллейбусам. Вот не было, что вот едет трамвай, и тут перед ним стремятся быстро там переехать, или еще что-то, задерживают, сталкиваются и так далее. Вот сейчас это какое-то вот... Очень тяжело водителям работать вот в нынешней обстановке. И действительно вот эти линии, они бы разгрузили. Я вас могу полностью поддержать. Водителям стало очень тяжело работать, потому что, вы знаете, как очень мало людей, которые действительно соблюдают правила дорожного движения, начинают. Может быть, потому что современный мир, может быть, потому что где-то времени не хватает, и каждый спешит, старается быстрее пролезть на этой автомашине. Но самое главное, что они не понимают, этими своими действиями они мешают трамваю. А в трамвае ведь люди, им надо ехать на работу. Вот сегодня только в течение дня уже было 6 ДТП на трамвайных путях. Опять срываются графики, опять стоят трамваи, троллейбусы. Ну, я призываю просто наших граждан к тому, чтобы все-таки действительно уважали труд водителей трамвая, троллейбуса и тех граждан, которые там находятся. Да, а вообще вот каких-то изменений таких в маршрутах или там даже новое что-то появится, что-то запланированное до конца года, может быть, какое-то новшество, на что людям можно, горожанам обратить внимание? Ну да, планы такие есть. Олег Борисович Форсов эти планы поддерживает. В принципе, он один из инициаторов. Вот Куйбышский район в ближайшем будущем будет, ну, наверное, в подарке, что ли, обеспечен троллейбусами. Да, будет ходить в те микрорайоны, которые только недавно открылись. Есть уже предложения, мы их уже подготовили, есть соответствующие уже планы. Планов таких очень много. Ну, мы стараемся смотреть, анализировать, чтобы люди не стояли долго на остановках и перебрасывать вот трамваи и троллейбусы с мало, так сказать, обеспеченным пассажирским потоком на более загруженные вот такие маршруты. Мы смотрим, отслеживаем и стараемся для наших граждан, вот с тем, конечно, составом, который существует у нас, трамвайным, троллейбусным, делать все возможное. И вот знаете еще, когда мы говорим про трамвай и троллейбусы, почему-то вот водители и кондукторы такие основные действующие лица. Но у вас же огромный ремонтный цех, да, и существует на предприятии, и там очень много работников. Вот если мы нашу основную тему такой кадровой политики продолжим, там есть у вас вакансии? Конечно. Есть возможности принять людей на работу? И в ком вы нуждаетесь вот в этих специальностях? Мы нуждаемся вот во всех специальностях, которые нужны для обслуживания трамвая, троллейбуса. Это и слесари по ремонту, это и электрики, это и кабельщики. Ну вот все, какие только профессии существуют, тоже хочу сказать о том, чтобы приходить, и мы вас будем ждать. В любой профессии мы вам найдем применение в нашем управлении. Да, а вот там зарплаты какие? Вот вы сказали, что водитель трамвая 35, а вот слесарь, вот такие технические работники? Ну, пониже, конечно, чем трамвай, потому что у водителя трамвая и троллейбуса все-таки напряженная работа, от 35 до 45 у них, кондуктор получает до 40. Вот, слесаря и все остальные, ну, наверное, где-то от 20 до 35. Понятно. Вот вы сказали, что напряженная работа, действительно, вот иногда смотришь, думаешь, вот как люди работают в нынешних условиях, очень сложно, моральная, необыкновенная нагрузка. У вас такие вот, какие-то вот социального плана, какие-то происходят или мероприятия, или какие-то возможности есть у предприятия, где можно разгрузиться, отдохнуть, подлечиться даже, вот что-то такое. Над этим работаете? Конечно. Это тоже очень важно. Мы не только работаем, а вот в июне месяце нас Олег Борисович отметил, что мы одно из единственных предприятий, которые открыли свою базу. Она находится на правой стороне Волги, да, и наши там сотрудники отдыхают. Вот все лето отдыхали сотрудники наши с перевыполнением плана. Вот там, если должно было быть, грубо, 70 человек, у нас отдыхало там 98. Июнь, июля, август, даже в сентябре у нас несколько человек отдыхали и не хотели уезжать, потому что им там все нравилось. Да, ну хорошо, замечательно. Скажите, а когда отмечается профессиональный праздник водителей трамваи и троллейбуса? Потому что, почему спрашиваю, вы же бывший полицейский, и сейчас, наверное, будете вместе с новыми сотрудниками своими отмечать вот уже новый профессиональный праздник. Такой поворот произошел в вашей профессиональной деятельности интересной. Вы знаете, я как-то вот этот вопрос себе не задавал. Потому что новое для вас. Да, это новое для меня. Я надеюсь, что уже завтра я это буду знать, и обязательно определим число, когда мы будем всех наших водителей, и не только водителей, вообще всех сотрудников нашего большого управления. У нас ведь работает больше 3500 человек в нашем управлении. Ну, спасибо большое за то, что пришли, рассказали о работе предприятия. Всего вам хорошего. Я благодарю за внимание и телезрителей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!